Здравствуйте, уважаемые зрители, подписчики и гости нашего канала. Вы смотрите Цветы в доме. Комнатные растения. Сегодня мы поговорим о выращивании комнатных растений на гидропонике. Что такое гидропоника? Гидропоника – это метод выращивания растений, при котором корни получают питательные вещества из воды, точнее из питательного раствора, а не из земли. Заставить работать в воду на благо человека – легко выполнимая идея, дающая порой фантастические результаты. Известно, что растения без воды долго не проживут. Стоит пропустить полив и посредствия будут необратимыми. Замена почвы питательным водным раствором и соблюдение определенных требований позволяет корням не затрачивать усилия на извлечение полезных веществ из грунта. Уход сводится к периодическому удаливанию воды и контролю параметра. При этом качество продуктов, декоративность растений будут лучше, чем у их сородичей, растущих в земле. Уже более 200 лет эти технологии в промышленных масштабах и в небольших фермерских хозяйствах являются ключевыми для быстрой выгонки растений и получения стабильного большого урожая. Эффективность кидропонных методов привлекла внимание ландшафтных дизайнеров и произвела переворот в создании экологически дружелюбной городской среды. Вертикальное озеленение, сады на крышах и непрерывно цветущие клумбы стали инновацией в озеленении городов. Убедившись, что выращивание цветов и экологически чистых продуктов доступно и просто, садоводы смело применяют кидропонику в своих домашних садах, оранжереях и небольших комнатных огородах. Компактное профессиональное оборудование и фирменные питательные растворы превратили кидропонику из прогрессивной технологии для больших плантаций в замечательную недорогую систему для комнатного цветоводства. Четкая пошаговая методика упрощает уход за комнатными растениями до принципа «просто добавь воды». Но давайте посмотрим на преимущества такого метода. Растения получают все необходимое из обогащенного кислородом питательного раствора. И им не нужно наращивать корневую систему, чтобы добить питание. Зато рост надземной, или лучше сказать надводной, части будет неудержимым. Декоративные и плодовые растения цветут обильнее, дольше и дают фантастические, экологически чистые урожаи. Они защищены от пересыхания корней, вырастают более крупными и здоровыми. Точные концентрации профессиональных растворов для гидропоники позволяют избежать как недостатка, так и избытка удобрений. Обеспечивается и идеальное и сфалансированное питание. Исключается множество негативных факторов, присущих возделыванию культур в земле. Ведь в почве находятся не только полезные, но и вредные элементы. Сокращение затрат на приобретение почвосмесей. Пересадка становится неоприменительным процессом, абсолютно не травмирующим корневую систему растения. Сокращается расход воды на полив. Воду нужно только доливать в систему несколько раз в месяц. Отработанным раствором можно поливать и садовые растения. Инертный субстрат гарантирует отсутствие вредителей, которые могут находиться в почве и сводит к минимуму риск поражения грибковыми заболеваниями и гнилями. Гидропоника позволяет навсегда забыть про нематод, грибных комариков и прочих вредителей корневой системы. Как следствие, исключает применение яда химикатов. Как это работает? Основополагающими принципами гидропоники является выращивание растений с учетом потребностей каждого конкретного вида. Вода, обогащенная кислородом и растворенными в ней в необходимых количествах микро- и макроэлементами и добавками, подается непосредственно к корневому войлоку. Корни растений размещаются в растворе питательных веществ или в специальном энергном субстрате, который используется лишь для опоры. По капиллярам субстрата влага поднимается к корням, орошает их и доставляет питание. Какие растения можно выращивать таким способом? Уникальность гидропоники в том, что она позволяет культивировать любые растения без ограничений, от мхов до экзотических цветов. Это замечательный метод, учитывая потребности конкретных видов растений. Он идеален для укоренения черенков и есть системы, в которых обеспечивается практически стопроцентная схожесть семян. Исключение составляют только клубневые культуры. В условиях повышенной влажности и температуры клубни могут загнивать. Субстраты. В гидропонике используют инертные субстраты, которые обеспечивают опору для корней растений. Их пористость и высокая капиллярная проводимость обеспечивают питание корневой системе. Лучше всего для этого подходят керамзит, вермикулит, кокосовое волокно или минераловатные маты. Ну и готовые системы. Многие садоводы пытаются создавать гидропонные системы из подручных материалов, собственными руками, так сказать. Интернет пестрит самодельными схемами, но зачастую результаты получаются весьма плачевными. Помимо протекания в самодельных системах невозможно соблюсти правильные режимы и растения погибнут. Смешивая и взвешивая компоненты для раствора, гадая о его PH и насыщенности кислородом, можно почувствовать себя средневековым алхимиком и запросто ошибиться. Гул насоса, шум воды и яркий свет создают дискомфорт в доме и портят все впечатление от коллекции растений. Готовые гидропонные системы разработаны специально для комнатного цветоводства и работают по принципу «поставил и забыл». Надежное современное оборудование сократит до минимума время на уход за даже очень большим количеством растений. Они сходят к минимуму риски потери растений и количества затрачиваемого времени и ресурса. Немаловажен и эстетический аспект использования гидропонных систем в комнатном цветоводстве. Роскошные растения в неэстетичных плошках, увешанные трубками, как пациенты в реанимации, не произведут должного впечатления. Использование профессиональных систем и готовых сбалансированных растворов позволит сделать уход за растениями настоящим удовольствием. Ну вот собственно и все у нас на сегодня. Ну а задать вопрос или поделиться с нами своим личным опытом можно в комментариях. А с вами был канал «Цветы в доме. Комнатные растения». Подписывайтесь, если вы конечно еще не подписаны. И вы всегда будете знать все секреты и нюансы выращивания своих комнатных растений. А я же всех благодарю за оценки к видео. И всем пока. До следующих встреч. Субтитры сделал DimaTorzok